У нас всегда было очень трепетное и уважительное отношение к фарфору. Этот фарфор, который дарили мои бабушки, которые дарили её сёстры, она дарила своему сыну. Подписные чашки, где было написано «сыну Юрику» от мамы Веры, это просто классика. Храните вы до сих пор? Конечно, конечно, да, 50-е годы. И этот фарфор всегда, если его сейчас посмотреть, он всегда был Ломановского фарфорового завода, завода имени Ломоносова. Поэтому мой выбор, куда пойти, наверное, был обусловлен вот такими семейными традициями. Весь мой детский путь был выстроен, художественные школы, школы при Мухинском училище. Ну, когда я училась, я предполагала, что, ну, наверное, я когда-нибудь буду расписывать фарфор, но это не было точной задачей. Ну, потом вот сначала я попала на опытный завод, потом мне посчастливилось попасть на Ломоносовский фарфоровый завод. И вот уже 30 лет, как я здесь. Это счастье, это счастье каждый день. Каждый день я встречаюсь с прекрасными людьми, просто патриотами этого материала, большими профессионалами. У нас прекрасный коллектив художников, у нас прекрасный коллектив работников вообще по профессии. А профессия фарфориста, она включает в себя и самые первые заготовители массы, и литейщика, и модельщика, и живописцев, расписывающих фарфор, и печатников, которые сегодняшними современными технологиями печатают очень много моих рисунков, и доводит их в большом количестве до ассортимента, до того, что меня начинают узнавать уже на улицах. Представьте, я выхожу из автобуса, и стоит женщина, смотрит на меня и говорит, и ФЗ? Я говорю, да. И она говорит, я вас узнала, я влюблена в ваши работы, я выхожу, и понимаю, что все, она не вышла, и мне даже не о чем с ней поговорить, хотя, наверное, мне было приятно. На самом деле, никакая похвала, она не остановит в художнике вот этого пути сомнения, все ли я сделал правильно. Настолько я сама по себе очень отношусь требовательно к своему искусству, и до тех пор, пока я не сделаю очень хорошо, как мне кажется, я не предоставлю эти вещи уже на печать и в дальнейшем в ассортимент. Мы находимся в одной из мастерских императорского фарфорового завода. Предприятию 279 лет. Не побоюсь этого слова, скажу, что это флагман фарфоровой индустрии современной России. На предприятии сейчас работает порядка 1200 человек. Это не просто завод. Многие здесь работают, потому что сюда их привели родители. А родители их привели другие родители. Потому что преемственность и вот эта семейственность в хорошем понимании слова всегда отличала мастеровых императорского фарфорового завода. Здесь, вы видите, мы показываем ингредиенты, из которых делается наш фарфор. Но дело в том, что самое интересное, что вот эти материалы, они известны всем. И все их знают. Ну, вот процентное соотношение, вот это и является тайной. А, вот как. Чего и сколько. И у каждого завода оно несколько отличается. Потому мы видим на одних заводах такой цвет. Где-то чуть-чуть. Это только специалист поймет. Когда и черепок, толщина черепка, и твердость его, и спекаемость. Это все не просто так. Вот может быть вот такая белая скульптура, а может она быть чуть-чуть более серая. Вот что-то не так. Обжиг получился не такой. Когда вот обжигают для того, чтобы получить белое изделие. Как-то забраковало. Она может быть слегка желтой. Это уже дефект. Это уже АТК не пропускает. Если мы сейчас говорим про историю, про истоки. Идея, эта идея завода принадлежала Петру Первому, основании завода. И Елизавета Петровна просто осуществила эту идею. Она действовала в русле преобразования России, которые случились вот уже в начале 18 века. Вот как таковых русских мастеров нужно было вырастить. И это было не один год. Поэтому история нашего завода идет такая длинная. Всегда мы каким-то образом рефлексировали на все политические события в мире, в политике, в искусстве. Всегда отражало это. И наш завод, так как он был основан при императорском дворе, должен был поставлять посуду высокого качества для императорского двора, изящную, с прекрасной росписью, которая бы никаким образом не затронула каких-то мотивов неприятных для императрицы, для семьи. А как это? Как неприятные мотивы? Ну, можно сказать, даже совсем уж грубый русский стиль. Это вообще-то не приветствовалось. То есть, чтобы не было такой народности. Ну, какая вот она народность? Ну, народности как таковой даже не ставили. О чем, какая народность? Елизавета Петровна, это прекрасные розы, прекрасные павильоны, праздненства. Какой народ? Народы вообще про народ, мне кажется, вспомнили, когда мы победили в 1812 году. Вот про народ, наверное, тогда вспомнили. И появился русский сервиз, этот Горевский русский сервиз с образами русских людей, с каких-то вдруг национальностей мы определили, что в России живут разные. Какие-то орнаменты появились. И то так все было прикрашено. Русские дамы в кокошниках, девушки в кокошниках, да, в красивых сарафанах. Ну, это художественное пересмотрение, да, все, что должно быть очень красиво, причесано. И вот когда появились эти милые, прекрасные русские девушки, которые танцуют на авазе для мороженого в сарафанах, в кокошниках, какая милота. После войны на Палеоне, да, да, да. Да, 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 вдруг мы обратили внимание, кто победил-то? Русский народ, вот они, вот они неприкрытые, вот они продавцы фарфоровой посуды и утвари. А вот они продают какие-то свистульки на базаре. Вот женщина, русские женщины полощут белье. Боже мой, как мило-то. Они прямо полощут белье прямо в реке. Знаете, это же, вот при Николае Первом появились эти такие, ну, при Екатерине уже были, на французский манер, павильоны, где можно было отведать молока. Вот пойти и вот посмотреть, как дует корову. Как Мария Антона это вспоминает, по своими деревнями, где отмытые яйца, которые подложены обратно под курочку. Конечно. Потом про русский стиль, мне кажется, забыли. Опять пошли мода, то там на Египет, то на готику, то еще на какие-то мотивы были. Все ведь зависит от того, раскопали Помпии, о, смотрите-ка, смотрите, ампир, появился стиль ампир. Там съездил Наполеон в Египет, северский сервиз, прекрасно. Вот, это же мы не можем быть отъедены от культуры всей мировой. Сервизы нашего завода, они находятся в резиденциях в Гатчине, в Паловске, в Царском селе, в Петергофе, в Эрмитаже. Где жили. Где жили, где этим пользовались. Вообще-то это все делалось не для музея, а для того, чтобы этим пользоваться. В музее оставались вещи, как образцы для копирования, но так как фарфор бился, то в течение, бывало, 100 лет, постоянно просили дописать новые формы, появлялись новые предметы, убранство стола, вдруг появлялись какие-то новые фарфоры, вазы, какие-то нужные красивые дополнения со скульптурами, вдруг пошла мода в Европе на скульптурные украшения. А вот у нас колено преклоненное, а вот у нас наш царский орел держит чашу. Все это шло в согласии с европейской модой. Скульптурное украшение стола? А, что на стол, кроме фарфора, еще были какие-то скульптуры? Какие-то красивые, да, которые высоты создавали. Это могли быть чаши, вазы. Вазы становились все больше, пышнее, туда можно было поставить цветы. Либо это могли быть просто красивые скульптуры, которые украшают стол. Это все шла мода европейская на убранство стола. Так вот, этот стиль роскоши, который был при императорском дворе, предполагалось каким-то образом отражать и в фарфоре. Здесь вот так называемое, как до революции было, бельевое мастерское, когда делают белые изделия. Будь они глазованные, или же они будут бисквитные. Бисквитные, это тот же фарфор, только не покрытый глазурью. Его, как правило, не расписывают, хотя можно расписать. Но все равно будет матовый. Это матовый фарфор. Он не покрытый глазурью. Его называют бисквит. А вот эта покрытая глазурь, и она все равно будет расписываться? Да, ее будут расписывать. Это скульптура, это уже готовая подроспись, скульптура Елена Александровна Янсен-Мазер, артистка Уланова в роли Жизели. А вот это вот Ульяна Лопаткина в роли Байберга. Да, это Ульяна Лопаткина, да. Вот оборудованы рабочие места специально у мастеров. Получаются вот такие сложные скульптуры, как вот эта скульптора Белкина, например, или Михаила Михайловича Шемякина. Вот подставлены образцы белых изделий. Это серия народности Российской империи, которую создали в 1908-1917 году по моделям Павла Павловича Каменского. Это был личный заказ императора Николая II. Успели сделать 74 вида скульптуры. 74 народности. 74 вида скульптуры, потому что они парные, мужчины и женщины. И какие-то в итоге оказались непарными. По той причине, что наступил февраль 1917 года. Все. Режим... Творчество кончило. Нет, не творчество кончило, а режиму царский кончился. Здесь скульптуру Михаила Михайловича Шемякина по его образцам вы видите. Вот здесь я вижу Глебова Судейкина и какие-то советские, да? Да, это современные. Это Данько, это Псиша. Постановка была Псиша. А это крепостная артистка. Был спектакль. И Глебова Судейкина, это же подруга Анна Андреевна Ахматова, она сделала на заводе в 1922 году три скульптуры. Гений танца, Псиша и Коломбина. Гений танца мы не выпускаем, а Коломбину и Псишу мы восстановили уже вот в этом столетии и выпускаем. Вот как сейчас вы чувствуете? Есть вот эта точка, с которой начался процесс какой-то возрождения интереса? Потому что я вот чувствую вот эту волну интереса к русскому. Да, конечно, внимание к народному. Я думаю, что всегда это находило какой-то отклик у мастериц, которые там что-то делают своими руками. И всегда вышивка, пошив сарафана или вышивка блузки с народными образами, какими-то мотивами это всегда было. К нам фарфор идет это очень медленно. Конечно, внешняя ситуация, внутренняя ситуация в стране – это всегда сохранение нашей культуры. Художники только за. Художники только за, за то, чтобы обратить внимание на нашу культуру. Вот я, допустим, рисую сувениры к следующему году дракона. Я этого дракона нарисовала не драконом китайским, а я его… Змеем Горынычем. Змеем Горынычем. На нем летит Иван Царевич, и мчится он к своей девице-красавице, которая в русском тереме сидит и ждет его, пригорюнившись. У каждого художника, работающего в России, есть свои корни. Есть Россия, есть многонациональная Россия, есть большое великое русское искусство, которое включает в себя искусство многих народов. Мы через себя все это переносим. Вот просто нам сказать, вот возьмите и сделайте – это невозможно. Нужно в этом жить, и если ты человек своей страны, художник русского, многонационального, с одной стороны, но при этом русского искусства, то вот ты впитываешь это все и выдаешь такие произведения, которые, ну, никаким образом не могут появиться в любой другой стране. Мы в любом случае художники России. Вот никак нас по-другому не назвать. И все, что мы делаем – это продолжение русского искусства. Мы находимся в мастерской главного художника императорского фарфорового завода, заслуженного художника Российской Федерации Нелли Львовна Петровой. Нелли Львовна всю свою сознательную жизнь после окончания Мухинского училища посвятила нашему заводу. Так сказать, вот как пришла, так и не уходит. И создала массу, даже мне трудно оценить сколько, различных изделий, будь то сервизы, чашки, бокалы, вазы, пласты, скульптура. То есть вот все жанры, какие только существуют в декоративном фарфоре, в художественном, все Нелли Львовна освоено. Причем и в надглазурной технике, и в подглазурной. То есть это человек уникального таланта, уникальных вообще возможностей. Мы ее нещадно эксплуатируем. Было две персональных выставки Нелли Львовны в государственном армитаже, в музее-заповеднике Царицыно. Нелли Львовна изготавливала сервизы и для подарка президенту Российской Федерации, и другим государственным деятелям. И в России, и за рубежом. По итогам деятельности завода Нелли Львовна была награждена Орденом Дружбы. Вот когда я проводила мастер-классы в Финляндии, то один из моих мастер-классов был посвящен русской культуре. И я подумала, приеду-ка я к нашим друзьям, финским женщинам, которые расписывают фарфор, и они хотят от меня видеть какие-то новые рисунки, образцы с новой темой. Это был, наверное, 90-й какой-то там последний год. Я приеду к ним с праздником Пасхи. Как это интересно будет рассказать финским женщинам, расписывающим фарфор, что у нас есть такой прекрасный праздник, который хранится в сердцах любого русского человека. Это Пасха, когда замешивается тесто специальное, которое снабжается и каким-то изюмом, и какими-то цукатиками, и печется кулич, который украшается сверху белой глазурью, сверху восковая розочка. И веточки вербы, которые замещают нам пальмовые в день пришествия входа в Иерусалим Иисуса Христа. И как это будет красиво, если на тореках будут присутствовать не только кулич и Пасха, а там будут еще и писанки, и крашенки. Писанки и крашенки – это яйца, которые расписывались или раскрашивались народными умельцами перед Пасхой. Вот именно их и освещали. Расписывались они и красками, и бывали деревянные яйца. Но бывали воском. Воском расписывали по яйцу, и потом этот воск, как разделитель, заливался, он потом растаял. В общем, целая наука такая тоже расписывать была. И вот эти яйца у меня присутствуют на тарелках. Представьте себе, этим тарелкам уже больше 20 лет. И эти вещи, которые я изначально сделала для иностранцев, чтобы они скопировали, и чтобы я донесла до них эту русскую культуру, я их привезла в дальнейшем на завод, и эти тарелки свои, и предложила их коммерции. Было встречено совершенно отрицательно. Вот это было... Но я настояла и нашла единомышленников, я настояла на том, чтобы это вошло в ассортимент нашего завода. И это в начале 21 века вдруг появилось у нас на прилавках. Вот представьте, больше 20 лет, это не сходит в прилавках. Печать очень простая, очень простые цвета, но совершенно понятные для всем образы кулича, треугольной пасхи, вот этих писанок, вербовые веточки, и чашки появились в таком же стиле. И кружки большие, да? Большие кружки, да. И вот это очень мне приятно. Ведь что такое, как сделать скульптуру? Вам, наверное, никто не объяснял, да, что скульптор вылепливает из пластилина, потом это переводит уже в материал, в синтетику, и с этой модели снимается форма. И вот эти формы здесь и хранятся. Это золото, по сути дела. Вот эти скульптуры, которые здесь делают, то, что вы видите, вот эти, они здесь все хранятся. Это именно формы. А вот эти тарелочки? Это же палитра. Это проба красок, это палитра, там указаны номера. По этим номерам живописец понимает, какая должна использоваться краска, потому что только его опыт многолетний, его интуиция, его чутье, уже именно как живописца, позволяет ему качественно их подобрать. Потому что, вы поймите, живопись на фарфоре совершенно не такая, как живопись на холсте или на бумаге, на картоне. Если там краски вы наносите, и вы на палитре, разведя их, вы видите их, какие, и прямо берете на кисть и наносите, то здесь все не так. Здесь краски проявятся только после качественного температурного обжига. Если некачественно выполнен обжиг, краски не догорели, как говорится, или перегорели, они могут просто изменить свой цвет. И плюс ко всему, они наносятся не в той последовательности, как живопись простая. Вот на холсте вы кладете одно, потом дописываете, то здесь на фарфоре совсем по-другому, с учетом температурного режима. Сначала ставятся тугоплавкие краски, например, это пурпурная серия, это красные цвета. Они обжигаются на более высокой температуре и в начале, а потом дописываются другими и с постепенным понижением. И только тогда бывает, что вещи обжигают и 4, и 5, и 6 раз ставят в печь и на разных температурах. Слышала, что у вас при малейшем каком-то браке на заводе принято рисунок чуть не так разбивать изделие. Если разбивается, нам, конечно, жалко. Но это должно быть так, чтобы не дошло до потребителя некачественный фарфор. Мы хотим, чтобы случайно прошедшая ошибка при наклейке, сборка краски при обжиге, чтобы она в дальнейшем не расстроила покупателя. Поэтому ОТК у нас на высоком уровне отслеживает на каждом этапе наши работы. У нас очень высокий уровень проверки на гигиеничность этой посуды. Мы проверяем в технологической лаборатории на кислотность, чтобы если вы пользовались нашей фарфоровой посудой, чтобы у вас не было каких-то моментов, когда вы положили лимон и у вас съела краску. Чтобы вы пользуетесь, пользуетесь, и вдруг краска вся стерлась. Мы относимся к своей репутации очень высоко. Вот мы пройдем сейчас. Здравствуйте. Вот одна из мастерских, где высококвалифицированные специалисты завода производят ручную роспись уникальных фарфоровых изделий. Например, вот живописец расписывает, делает по образцу копию скульптуры из серии народности Российской империи. Кистью прописывается каждая. Вот стоит образец и точная копия. Один в один. Что-то все ударились. Что вы все одно и то же делаете? Я думаю, что нет. Большой заказ. Большой заказ, да? Чем не один, да. Да. Я думаю, что хоть что-нибудь. Это целая коллекция два раза. Ну вот видите, а здесь уже не роспись. Здесь уже живописец с агатом производит полировку. Ну вот вы понимаете, да? Так это просто полировка. Это полировка. А еще есть целовка, когда наносится рисунок вот тем же агатом. Не просто полироваться, а тоненько надо будет рисовать. Теперь понятно, что они такие дорогие. Вот. Это столько человека часов, если так обрубить. Человека часов, я не знаю, месяц, наверное, да, надо делать? Ну почти три недели. А, ну три недели. Ну вот и месяц, да, почти. Ну это без обжиг, это чистая русскость. Да. Работать на заводе и не иметь художественного вкуса тут как-то очень сложно. Потому что если человек не видит, хорошо или плохо, даже если он находится на УТК или на каком-то участке печати, если он не видит, то это невозможно работать у нас. Поэтому мне кажется, что все, кто у нас работает, имеют и художественный вкус, и это, наверное, каким-то образом отражается и на их жизни, и на том, как они выглядят, и вообще какие у них прекрасные лица. Да, я очень люблю наших сотрудников. У нас раньше было училище при заводе, сейчас это колледж традиционных искусств. Есть, да, при этом? Да, да. Он готовит частично живописцев, но сейчас там еще много разных профессий. Но в прошлом веке это училище было при заводе, и очень многие живописцы, проходя практику на училище, уже были сотрудником завода. Поэтому иногда буквально молодые люди, там, 45 лет, а она уже проработала на заводе 30. Я говорю, господи, как же так? А потому что после училища и даже во время училища, когда ты проходишь практику, ты уже имеешь трудовой опыт на заводе, и у тебя уже заводится трудовая книжка. Все, кто приходят к нам со стороны, менеджеры по продажам, продавцы, те, которые, казалось бы, пришли из других совершенно областей, они влюбляются в фарфор настолько, что в дальнейшем им даже очень трудно найти работу. Ничего более интересного, мне кажется, в нашем городе придумать невозможно. Здесь история, здесь культура, здесь современное живое искусство, и здесь ты всегда соприкасаешься с любителями, а любители фарфора – это особые люди. Они очень тонко чувствующие, они следят за художниками, их следят за их творчеством, они иногда коллекционируют какого-то художника определенного или просто чашки форм. Они хотят приобрести, они собирают деньги, чтобы приобрести вазочку и создать в своем доме красоту, а мы со своей стороны хотим им в этом помочь. Вот здесь, здесь показано еще одно направление деятельности нашего завода, с которым мы вошли так очень хорошо и достойно в историю. Дело в том, что в конце 19 века на датской королевской мануфактуре появилась новая техника росписи, так называемый копенгагенский стиль. Техника, как ее называли, большого огня. Когда роспись была не надглазурная, а подглазурная, керамическими красками. Когда по обожженному бисквитному предмету, вазе, например, наносился рисунок красками, лишнее счищалось сухой кистью, глазуровалось и обжигалось. Это уже на века. То есть это очень красиво, который посудомойка выйдет. Ну, да, грубо говоря, не что? Все выйдет. Это не струнетно. И благодаря тому, что это было подглазурно, рисунок получался такой слегка немножко размытый. Вот такое некое сфумато, как мы привыкли видеть. Это высший пилотаж. Это очень понравилось Александру Третьему. Его жена была, вы понимаете, да, из датской королевской семьи. Он каждый год навещал родственников, и он покупал эти изделия. И не только для обустройства своих особняков и дворцов, но часть попала им на завод, как образцы в музей. И потом было принято решение поехать туда стажироваться. В итоге получилось так, что мастера завода оказались, превзошли своих учителей. И в историю вошли такие имена, как Зимин, Денисов, Клиновская. Там можно долго перечислять. У нас специально мастера, которые долго передают по традиции эту технику. Потому что научиться вот просто так, это невозможно. Надо смотреть, как это делается, набираться опыта. Потому что там ошибок не бывает. Там либо хорошо, либо брак. Любовь Ильина, тогда можно такой вопрос? Я его не собиралась задавать, но теперь очень хочу. Из чего складывается цена? Потому что некоторые изделия парфорового завода императорского, они уже стоят как произведение искусства настоящих, а какие-то есть более доступные. И вот не всегда на глаз понятно, где тут ценообразование происходит, почему тут дороже, почему здесь настолько дешевле. Ну экономически, конечно, обосновано тем, что какая-то часть сделана в печати. И когда это печать, почему я так внимательно отношусь к первому образцу? Потому что если мы сделаем хорошо первую техническим дизайнерам из технологов подберем краски, то в дальнейшем многие мои рисунки идут десятилетиями, и они не ухудшаются. То есть это печать? Это печать. Вот это печать? Это печать. Но прежде чем... Выглядит так тонко? Выглядит тонко. Вот для этого мы и здесь находимся. Чтобы каждый получил буквально почерк художника. Вот это мне очень важно. И я всегда говорю, что наши современные возможности печати, они иногда настолько прекрасны, что имея вот такую красивую чашку дома, вы будете наслаждаться, любоваться мелкими деталями, тонкими линиями, тонким цветам и сочетанием. Почему мы бьём? Доступной цене. Доступной цене, да. И мы можем отправить десятками, сотнями наши вещи в разные города России. Что касается высокохудожественных изделий. Представьте, это изделие, которое написал живописец от и до. Либо это сервиз, либо это чашка, либо это блюдо, либо это какой-то комплект посуды, как мы сейчас занимались с Гуревским сервизом. И там начинаем делать кальку, смотрим, подбираем образцы цвета, делаем палитру, и в дальнейшем мы расписываем всё от начала до конца согласно тем мазочкам с нескольким количеством обжигов. Там до пяти обжигов доходит. Потому что температуру надо медленно понижать. Значит, мы сначала обжигаем самые высокие краски, пурпур, синие, потом в дальнейшем всё дописывается. Я скажу, что когда мы расписывали гуревский сервиз, это начало 19 века, там роспись совсем не та, которую привыкли, допустим, наши живописцы на пятом этаже писать, в цехе ручной росписи. А мы сейчас на пятом этаже? Нет, мы сейчас на четвёртом этаже. А, есть ещё выше этажа. Вот цеха дорожной росписи, да. И когда мы расписывали, то девушки привыкли писать такими мазочками. Раз так мазочек, раз-раз. Либо лисировочкой, раз-раз-раз-раз. А тут вдруг я стала обращать их внимание, что пейзажи, портреты девушек, которые на тарелках разных национальностей, там всё настолько мелко, это мазки практически бисерные. И они не знали, как это сделать. Они вот говорят, а вы нам покажите. Я говорю, я тоже не обладаю этой техникой. В ваших руках мастерство. И вот это вот мастерство, оно должно быть очень хорошо оплачено. То есть это вот за полмиллиона сервиз, это уже там всё вручную? Да, там всё вручную. Каждая тарелка? Да. Любовь, я не ожидала. Ну вот... То есть вот этот весь огромный сервиз, намного персон. Он будет написан... Весь расписан? Да, он будет расписан. Причём, понимаете, когда расписывают несколько живописов, они все должны между собой, ладно, расписывать так, чтобы вы не заметили, что это расписывают разные руки. Вот это да. Если маленький комплект, конечно, это распишет один человек. Потому что... А если несколько человек пишут огромные сервизы, то они должны быть между собой очень по краскам сочетать, по рисунку, по... Ну не знаю, вообще по отношению к фарфору. Ну вот, то, что я вам говорил. Ой, какие пионы, как живые. Это же пионы, да, ветки? Как красиво. Вот это бисквит. По нему вот наносится рисунок. Лишнее будет потом подчищаться. Очень красиво. Оно получается в единичном экземпляре такая? Конечно. Да? То есть... Их не бывает двух одинаковых. Вот я говорю, техника подглазурной росписи, она не позволяет сделать два абсолютно одинаковых. Это вазы? Никак. Да, вазы? Это вазы. Да будут вазы, да. И плюс ко всему, они не будут такими большими. После обжига они сядут на 13% меньше. Да вы что? Да. Как белье садить? Ну, как белье, вот так же это и есть белье. Серьезно? Вот это да. Да, да, да. Но она будет вот такая, и вот она после обжига. Вот видите, насколько она меньше стала. Вот это новости. Потому когда вот создаются скульптуры или что-то, все заранее просчитывается, что вот эти 13-14% обжига будут, вот она не будет такой высокой. Она подсядет и займет уже другую форму, уже намного меньше. Вот это да. Когда наступал год петуха, хотя мы и с одной стороны европейцы, но в нашей стране мы очень любим встречать Новый год по восточному календарю. Обязательно узнаем в чем, какой цвет будет в течение года, что можно к столу, чего нельзя. Комплект тарелок к Новому году со знаком по восточному календарю, это у нас сейчас есть. Вот наш завод, это что-то мультикультурное. Как и все в России. Как и все в России, да. И вот было предложение, год петуха, что-то сделать в стиле Воробьевского. В стиле Воробьевского сделать ничего нельзя. Я могу сделать только как я, либо постоять рядом. Вот я в работе 2016 года, в комплекте, я постояла в работе, стояла рядом с Алексеем Викторовичем. Я позволила себе, я извиняюсь, конечно, Алексею Викторовичу, но я позволила себе аккуратно разрезать деколь с петухом, с картинку с петухом, разделила направо и налево, и от себя добавила вот эти элементы, которые мне казались, ну, вот каким-то образом они подходят, но это было сделано очень аккуратно, золотом. Большая, комплект состоял из большой тарелки. Вторая тарелочка была такая вот, тоже с его орнаментами, которые, ну, тоже аккуратненько просто были раздвинуты. Я, может быть, от себя добавила какие-то завитки, но это просто чисто по композиционной, не потому что у него чего-то там не достает, а чисто композиционно. И, конечно, вот эта вот чаша, вот эта тарелка с маленьким петушком, такая вот, знаете, вот золотая радуга сверху. Вот я просто взяла и перерисовала нижнюю часть, которая в цветах красных, оранжевых, желтых и красивых, такой вот муравлено-зеленых, вот трава-мурава, вот такая вот, и красивая такая радуга сверху. Вот это вот 02-го 2016-го. Вот, знаете, я очень люблю подписывать, потому что в дальнейшем никогда не вспомнишь, какой год, когда было, а здесь есть. Вот я с Алексеем Викторовичем вот таким образом, ну, сделали тандем, вот такой вот. Я до сих пор люблю этот комплект, мне кажется, это была удача наша. И мы имели очень хороший финансовый, как бы в плане, ну, не то, что как бы много заработали, а он был продан моментально. Это так всегда радует, потому что, работая на заводе, мы всегда, конечно, узнаем, а как идут продажи, любят ли, дошло ли, появились ли какие-то положительные опублики или отрицательные. Мы переживаем, конечно, мы приходим и спрашиваем, а вот вы получили новинку, а покупают ли, есть ли какие-то вот пожелания. И когда есть какие-то пожелания со стороны, я все время прислушиваюсь, я понимаю, что вот так просто задание я не получу, потому что внимание к покупателю у нас должно быть всегда. После того, как изделие расписано, загрузовано, вот как, например, вот это, оно идет на обжиг. Вот мини-печи. Ой, какой теплый отсюда воздух, прям жаркий. Вот здесь ставятся предметы, вот эта печь, она сейчас уже работает. Сюда ставится для того, чтобы их обжигать. Потом на тележку открывается печь, ставится на компьютере, выводится температурный режим. Там уже видно, как это все происходит. Вот здесь вот есть мастерская, где изделие декорируется методом пульфона. Ставят в камеру с вытяжкой, мастер одевает маску защитную и пульфонит. Правильно я говорю? Да. Потом идет обжигаться. Будущие барсы. Очень много барсов на разной стадии. Да хорошо. А вот эти пробы, как я их люблю, мы их дорожим, они у нас бьются. Это пробы цвета. Если вдруг в какой-то момент нам понадобился цвет желтый или пурпур, коричневый, ай, вот то мы ищем. То есть вы делаете, тут берете эти красочки цветовые. Мы берем красочку, пишем номер. А потом выбираем из этих желтых, потому что в баночках они в сухом виде, у них очень непонятные. И когда мне нужно было... Вот это проба для вот этой вот куклы. Эту куклу я сделала для Эрмитажа. Сейчас она здесь не расписана, а в Эрмитаже расписана. Но для того, чтобы понять, какого цвета у нее будут волосы, мне нужно было найти желтый цвет. Там вторая девочка с каштановыми волосами. Мы вот из этой палитры выбрали тот цвет, который будет у нее на волосах. Я знаю, что в Европе даже есть такой сервиз. Просто номера красок и мазочек краски. Для нас это естественная посуда, которая даже не посуда, а образцы. Да, разбиваются иногда мы храним, потому что где-то тут какой-то номер написан, который нам нужен. У каждого художника, наверное, есть любимая палитра. И эти бесконечные краски, цвета, мы с этим живем. Прекрасно, что у нас белый фарфор. Нам не нужно подстраиваться ни под серый, там, какой-то мрамор, там, или под какую-нибудь керамику красно-коричневую. Белый фарфор – это как лист бумаги. Мы воспринимаем фарфор как лист бумаги. А цвета должны быть яркими, сочными. И хотелось бы, чтобы они еще и блестели. Поэтому не приветствуются смеси. И мы берем обычно чистые цвета. Для этого нужна большая палитра цветов. То есть, если я хочу чуть-чуть позеленее, я ищу тот цвет, какой есть в чистом виде. Если я хочу чуть-чуть покраснее, изумрудный, розовые щеки, ну, не знаю, вот этот свекольный там на какой-то там кусочек орнамента. Ну, вот это наша подсказка. И потом мы в своих ящиках ищем тот или иной цвет. Мы должны помнить главное, что мы работаем не просто для того, чтобы утром вы могли из красивой чашки выпить чай, кофе или что-то другое. Но продукция завода – это фактически фарфоровая летопись страны. Потому что по предметам, которые создаются на заводе, можно отследить изменение фарфоровых стилей, изменение стилей на фарфоре и, значит, и в жизни. Изменение политической обстановки в стране, изменение вообще исторической жизни, изменение даже, как люди одеваются, потому что часто на изделиях мы видим или на скульптурах, и какая одежда, какой цвет. То есть все. И вот эта фарфоровая летопись создается уже на нашем заводе 280 лет. Какая деталь, что такое. 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 Продолжение следует...